крышку я полностью не снял я ее так вот приподнял открыл у нас сверху просто шнуркели выведены на воздушный фильтр и на вариатор на ремень на охлаждение здесь я пробрызгал все разъемы проверяем уровень антифриза антифриз зеленый радиатор полный так все нормально у нас здесь все хорошо это у нас вентиляция сапуны идут с редуктора шланги снял снизу продул продуваются нормально так ну что здесь мы сейчас закрывать будем а вот здесь вот нам до свечки надо будет добраться этот кожух я тоже снял здесь получилось 6 болтов головочка на 8 вот он фильтр мы его открутим сейчас поставим новый как я и говорю поставим от матиза воздушный фильтр мы заменили я показал свеча зажигания у нас вот стоит здесь под получается за шлангом системы охлаждения и за проводкой проводку сейчас посмотрим как мы куда она вообще должна идти здесь почему она не лежит на своем месте так где наш придется откусить вот этот хомут подсвечник я снял такой подсвечник он у нас живой резинки целые мы сейчас тоже пробрызгаем берем выкручиваем свечку взялся менять свечку свечного ключа у меня не оказалось там на 18 оказывается свечной ключ взял головку на 18 поехал к токарю токарь сейчас не работает но как-то выходить надо взял и и зажал в двух тисках на арматуре и болгаркой сточил ну все получилось высокая головка открутил свечку еще под копченая немножко но это может быть из-за фильтра свеча она здесь тоже инжекей стоял дпр семья вот эту я беру дпр семья девять такая же дпр семья девять ставим новую свечку так что если полезете свечку менять сразу запаситесь ключиком на 18 двенадцатигранная тонкая стенка вот если видно видно насколько правда не ровно не токарный станок тем не менее свое дело сделала а при случае обзаведусь свечной головкой на 18 я правда такой еще не сталкивался 14 есть 16 есть 21 есть но 2056 найдет а вот на 18 пока еще не сталкивался все затягиваю свечку свечку затянул вытаскиваю головку и устанавливаем наш свечной провод все мы его установили теперь собираем вот эту проводку и одеваем хомут сюда который откусили так ну что осталось нам поменять только масла в двигателе фильтр и в мостах сейчас мы собираем обратно все кожуха ставим кроме бокового на двигателе а а потом уже в конце мы продуем ремень вариатора спереди я собрал бак собрал сейчас мы сливаем масло с двигателя масло так сейчас опущу так вот в этом месте вот она круглое отверстие там болт на 17 берем удлиненную головку я уже ее подорвал откручиваем вот такое вот масло грязноватая даже какая-то непонятно блестящая да нет вот такое вот масло сливаем снизу я пробочку закрутил откручиваем масляный фильтр берем масляный фильтр фирмы порцмал корейский ПБЦ 005 вот он идет на Матиза вот резиночка и резьба резьба подходит резинку сейчас по старому померим вот он старый диаметр точно такой же здесь резинка только пошире здесь резинка поуже давление у них одинаковое исполнение у них практически одинаковое берем смазываем нашу резиночку и заливаем масло масло будем заливать кострол масло такое кострол Power 1 10W40 4T от 4 так на так все фильтр я закрутил выкручиваем щуп он же заливная пробка вставляем в воронку и заливаем масло и заливаем масло по щупу по щупу у нас больше нормы но уровень я проверю когда заведу его чтобы систему ушло больше меня интересует фильтр фильтр у нас пустой сейчас заливаем масло в редуктора передний и задний масло будем использовать кастрол 80-90 просто открываем и шприцом наливаем номер по каталогу 157F43 если заказывать его через магазин вот она пробочка ключик здесь на 15 я ее сорвал откручиваем и заливаем масло так ну что масло я залил протираем здесь немножко ушло у меня двести семьдесят грамм масло закручиваем пробку подтянули идем вперед так это наша витамина треугольник подтянули заливная пробочка сейчас мы ее выкрутим вот она шестигранник на 8 а вот она наша сливная пробочка вот ее видно я уже ее закрутил слил масло она на 14 откручиваем эту пробочку берем мерный шприц и заливаем залил масло здесь у меня ушло 220 грамм протираем вон видно масло я по край резьбы сделал нижний и закручиваем шестигранник на 8 так все затянули теперь мы снимем крышку вариатора вот эту большую крышку по периметру откручиваем все вот эти болты на 8 аккуратненько ее снимаем посмотрим в каком состоянии у нас ремень находится продуем ну если при необходимости надо будет помоем очистителем раскручиваем получилось 14 болтов два болта чуть подлиннее то есть 14 покороче и два по длине 16 болтов я их надо ставить здесь длинные болты стоят где на направляющих сразу отметьте что-то антон не путаться снимаем крышку вот отлив вот здесь снизу под защитой такой же отлив есть на крышке через отверстие в защите постучал его вышло и аккуратненько вот здесь втулка направляющей и здесь только направляющей отверточкой возле втулки чтобы не повредить прокладочку прокладка здесь металлическая аккуратно аккуратно я вот так вот снял крышку вот так вот Да, грязно здесь. Прокладка, видно, осталась целая. Снял направляющие с крышки. Ставим ее здесь на место. И прокладка на месте и отцентрована будет. Все. Ну а теперь что, берем, продуваем все компрессором и моем. Ремень в хорошем состоянии. Конуса тоже полированные. Выработки нету. Не, нормально. Вот такое будет чудо. Это выработка с ремня. Это выработка с ремня. Ну, примерно все понятно. Продуваем. Продул. Теперь берем очиститель и все это моем здесь. Здесь. Мхм. 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 Продолжение следует... Продуваем. Что медь, не буду дальше. Все, продул. Все, просушил. Вот так же помыл крышку. Как всю грязь-то вымыл. Но здесь она получается на крышке самой налет. Вот до такого состояния не получилось отмыть. Берем. Выкручиваем вот этот болт. Я его закручивал, чтобы прокладку держал. Придерживаем прокладочку. И ставим крышку на место. Продолжение следует... Наживляем болты и затягиваем. Все, крышку протянул. Ставим боковую накладку. Вот эту декоративную. И закручиваем ее. Накладку эту установил. Вторую мы пока не ставим. Сейчас заведем. Чтоб на уровень масла выставить. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, пусть маленько прогреется. Уровень масла проверил. Масла 2 литра маловато. Завтра возьмем масло. Дольем до уровня. Сейчас получается... Чуть выше минимума... Миллиметра на 2-3 всего. По... Мерному... Делению. Ну, все. Тогда сейчас ставим на место... Эту накладочку. Закручиваем ее. И потом уже поставим вот эту крышку. Декоративную вот эту. Прикручиваем. Крышку закрутили. Ставим на место сиденья. Все. И ставим теперь на место колеса. Берем ступицы. Забрызгиваем медной смазкой. И устанавливаем все колеса. Готово наше чудо. Все. ТО нашего чуда сделали. По итогу... Перебрали. Что нужно было заменить... Заменили. Заменили все масла, свечи, фильтра. Также поменяли пыльники спереди слилась, сзади и справа. Сейчас попробуем, как он. Трустит уже ничего не должно. На этом все. Всего вам доброго.